Книга пророка Михея, глава 4, стих 13 «Тот, кто владеет материальными ресурсами нации, владеет нацией. Другими словами, тот, кто владеет массой денежной нации, тот владеет нацией, диктует ей и устанавливает ей ее законы». И вот одно из мест, подтверждающих эту мысль. «За все отвечает серебро». Экклесиасто 10, 19. Этот принцип применим также и к материальным ресурсам каждого отдельного человека. Тот, кто владеет собственными материальными ресурсами, владеет собою. Дело в том, что некоторые люди говорят, да, но я владею моими материальными ресурсами. На самом деле это не так. Материальные ресурсы владеют тобою. То есть, деньги владеют тобою или ты владеешь деньгами? Ты зависишь от денег или деньги зависят от тебя? Деньги тебя притягивают или ты притягиваешь деньги? Кто является магнитом? Деньги или ты? То есть, поэтому здесь, когда мы владеем тем, что находится в нашем распоряжении, то мы можем диктовать самим себе и устанавливать для самих себя законы, законы Царства Небесного. Человек же не способный господствовать над самим собою. Этот человек, находящийся в зависимости от своих финансов. А такой человек никогда не сможет встать и молотить. Дело в том, что цель сокрушения многих народов через молотьбу заключается в том, ведь это иносказание – встань и молоти. Во-первых, через эту молотьбу необходимо передать Богу господство над этими народами. Мы с вами говорили, что Бог ничего не может сделать на земле без человека, который имеет его образ и его подобие. Бог не может принять господство над миром, над этими народами, если человеки, подобные образу его сына, не станут орудиями, сосудами, через которых он возьмет эту власть. Они должны дать Богу такую возможность, потому что, когда Бог сотворил человека, он определил, и довладычествуют они на земле, то есть так же, как и мы. Таким образом, Бог поставил себя вне, он дал человеку полную суверенность, как и самому себе. И этими словами Бог сказал, что теперь я не имею права вмешиваться в дела земли, если человек не позволит мне это сделать, но человек, который подобен мне, подобен моему образу и моему подобию. Поэтому передать Богу господство над этими народами и далее разделить с Богом ответственность за эти народы. И для достижения этой цели, дочь Сиона, черь, это старославянское слово, дочь Сиона, то есть так Бог называет свою церковь, свою невесту. Или человек Божий должен выполнить определенные условия, выраженные в двух вещах. Первое – это встать, и второе – это молотить. Встает вопрос, каким же образом отдельный человек может выполнить это условие или это призвание. И ответ прост. Если отдельный святой человек не передаст Богу владение над своими деньгами, то Бог в силу установленных им законов, суверенности, никогда не сможет владеть таким человеком. Бог владеет человеком через его деньги, через его богатство. Потому что где богатство, там и сердце человека. Богу нужно сердце. Дьявол воюет за сердце человека. И он знает, что сердце человека находится в богатстве. И поэтому где ваше богатство, там будет и сердце ваше. Такой человек, который находится во власти своих денег, он никогда не сможет встать и молотить, чтобы посвятить в десятинах и приношениях самого себя Господу. И, конечно же, для выполнения этих двух вещей нам необходима соработа с Богом в том, чтобы Он сделал наш рог железным, а копыта наши медными. Практически в данном пророчестве чадо Божие образно рассматривается тельцом. А, скорее всего, волом, потому что на быках много не напашешь и не намолотишь. Вол в Писании – это кастрированный бык, который представляет человека с обрезанным сердцем или с обрезанным мышлением. Ну, вот так вот Слово Божие берет животных, берет зверей, берет птиц, берет деревья, холмы, горы и подразумевает в них человека и показывает в них человека. Поэтому такой человек посредством обрезания в предмете молодьбы, в отношении самого себя отделил шелуху своих желаний от чистого зерна желаний Бога. Что значит встать и молотить? Это молодьба, когда человек отделяет шелуху своих желаний от чистого зерна желаний Божиих. Иногда мы думаем, что это желание Бога, называя наши желания желания Божьими. Мы ищем в Писании что-либо, что могло бы являться основанием и подтвердить, узаконить наше желание. Вырываем из контекста какое-то место и начинаем провозглашать верою, как будто бы это верою. Я провозглашаю верою. Мы много раз говорили, что вера – это откровение Божие, приходящее в дух человека. Вера – отслышание Слова Божия, не о том, что здесь написано, а о том, что написано у тебя в сердце. Умение иметь вот это рукописание и самому писать. Потому что первый раз Бог написал скрижали, второй раз Моисей должен был сам на этих двух скрижалях писать. Каждый из нас должен сам писать на скрижалях своего сердца. Должен иметь прибор такой. И, как мы знаем, Ревека получила прибор писца, потому что вещи, которые были даны ей – это прообраз. Там был также и прибор писца. То есть умение, способность записывать, брать отсюда и переписывать сюда. И вот то, что будет переписано, когда ты услышишь голос, и Бог говорит – дочь моя или сын, это твое. Вот тогда у тебя есть вера. Но это будет только то, что соответствует Божьей воле и Божьему времени, а не то, что хочешь ты или то, чего хочу я. Вот что называется верой Божией. Вера Божия – это Божий приказ. Вера – отслышание Слова Божия. Это Божье повеление, Божий приказ – это Божья воля. Наша вера – это солдат, выполняющий приказы военно-начальника. Это послушание, повиновение вере Божией. И поэтому не надо путать свое желание и называть его верой Божией. Я имею веру. Вот что пишет апостол Павел Филиппийцам 3.3. «Потому что обрезание – мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом и не на плоть надеющимся». То есть речь идет, что мы должны стяжать такие богатства, которые находятся вне достижения плоти и даны не для плоти, а для нашего Духа. Потому что те, которые надеются на плоть, они будут искать какие-то плотские благословения для плоти. Те, которые надеются на Дух, обрезано сердце их, они будут искать богатства небесные. «Отказ надеяться на плоть – это такое обрезание, которое, во-первых, делает рог чистого животного железным, что является символом силы, могущества и славы в границах нашей ответственности во взаимоотношениях с внешними. Железо – это всегда Божий суд, который мы призваны совершать над внешними, не над церковью, не друг над другом, не над собою, а над внешними, над народами. Что, с одной стороны, выражается в нашей способности противостоять влиянию и давлению земного. Земное рвется в церковь, мир рвется в церковь. А с другой стороны, мы сами должны оказывать влияние и давление на земное. Если бы церковь Америки оказывала такое влияние, то президент Обама не вышел и не сказал, мы победили, потому что закон гомосексуализма и лесбиянства Верховным судом Америки прошел. Америка подписала себе смертельный приговор. Вы представляете, что произошло? Страна, в которой мы живем, подписала себе смертельный приговор. Она обречена Богом. Церковь должна очень тонко чувствовать, что является этим духом. Где этот дух в церкви проявляется? Церковь пропитана этим духом буквально. И я скажу, в чем она пропитана. Я хотел это говорить в другом аспекте и в другое время. Но я сейчас скажу. Когда только мы приехали в Америку, и однажды мы находились у нашего регента с супругой, и жен не было, то есть с нами был еще Петр, и не было и жен. Я спросил, а где они? Нам сказали, они пошли на бейбешауру. Я еще нехорошо знаю русский язык, но зная шаур – это душ, я подумал, что они пошли в баню принимать душ. Думаю, странно. Зачем они пошли куда-то в душ, когда душ у каждого в доме есть? Да и здесь мы как раз купались в джакузи все вместе. И вот когда они пришли, я им говорю, с легким паром. Ну так у нас после бани. Думаю, они в душ уже ходили где-то. Они говорят, так к чему это? Я говорю, ну у русских так как-то обычно, когда вот вы были на шаур, бейбешауру, то у нас, когда люди приходят оттуда, им говорят с легким паром. А что мы должны отвечать? Ну спасибо, ну спасибо. И я и не включился тогда, что такое бейбешауру. Только позже гораздо я узнал, что такое бейбешауру. Что это значит? Они ходили к какой-то сестре, которая была беременна и скоро должна родить, и все девочки собирались туда. И почему-то вот это вот действо, вот эта вот культура, которая была мне неизвестна, она как-то покоробила меня внутри. Потом я узнал, что есть еще не только бейбешауру, а что еще есть и шаур для невесты, то есть когда вот она должна выйти замуж, тоже собираются одни девочки и устраивают ей нечто. И я все время мучился внутри себя, думаю, ну почему у меня внутреннее такое действие против этого? Это распространено во всех церквах. Это культура Америки. И когда я пошел дальше и узнал, оказывается, корень этих явлений лежит в демонизме. Ведь вначале, когда эти девушки так делали, они приглашали какого-то мужчину, стриптизера, и там был разврат. Мальчики отдельно собирались, приглашались в стриптизершу, и там был конечный разврат. Я понимаю, сказать, ну мы-то не преследуем это. Однако давайте вспомним, когда царь Артаксер сделал пир в саду и позвал мужчин, женщин и детей, а его жена, царица, Астинь, сделала тоже пир во дворце, где плода невозможно приносить. Сад – это прообраз, где можно приносить плод. И позвала туда только женщин. И когда я молился Дух Святой, поясни мне, в чем причина? И он говорит, это дух лесбиянства. Вот эти вот праздники, которые совершаются в церкви, бейбишауры подобные им, где женщины собираются отдельно от мужчин, это дух лесбиянства. Он пропитал церковь. Вот почему церковь так спокойно приняла сегодня, когда здесь большее число протестантов, которые могли бы встать против этого мерзкого, позорного меньшинства и запретить. Но они не могут, они сами не понимают, как они лишились силы. Они не могут молотить. Их рог нечистый, их копыта не медные. Они не могут судить ни самих себя, ни этот мир. Потому что они приняли. Мы приехали и с легкостью приняли эти привычки, эти законы. А что? Очень хорошо, очень прекрасно. Так вот, я хочу, чтобы вы знали, что это такое. И поэтому в конечном итоге нам нужно отречься от этого и осветиться, если вы хотите приготовить себя к восхищению, если хотите молотить. Дальше. Орудием такого обрезания или предметом того, чем мы призваны хвалиться. Апостол Павел определял внедрением в свою сущность креста Христова. Галатам 6,14 «А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, для которым для меня мир расцвет, и я для мира». Именно крест Иисуса Христа может отделить вот эту шелуху. Я знаю, возможно, кого-то я больно ущемил и больно ударил. А если больно, то это говорит о том, что это очень страшно. Если это стало вдруг больно, то это что вы уже приросли к этому, что вы не видите в этом ничего, что здесь такого, а что здесь особенного. Ничего особенного. Завтра женщины придут на собрания с открытыми животами, в персингах, в наколках и так далее. Будет внедрено всевозможные другие развращенные вещи, которые церковь должна была избегать. И, конечно же, я не осуждаю, я не судья церкви, находящейся в Америке, церкви Христовой. Я знаю, что здесь достаточно людей, но их очень мало, как везде. Это малое стадо. И поэтому это малое стадо не может сделать то, что должны были бы сделать все вместе. Малое стадо только со скорбью смотрит и отражает само в себе, не воспринимает. Сегодня приняли закон один, а завтра принят закон другой, что это обязательно. И если вы не будете учить ваших детей в детских садах и школах, то вас будут штрафовать и сажать в тюрьму, как это внедрено уже и принято в Западной Европе. То есть вот что, к чему мы пришли. Восхищение скоро произойдет. Антихрист подготавливает мир к принятию. Через церковь и в церковь он внедрил эти вещи. И только посредством креста Христова. Желание, когда мы слышим слово, мы должны с радостью принимать. Господи, я и не знала, что это оккультность. Я больше этого не буду делать. Вы знаете, когда я узнал, что вино нельзя пить в малых дозах. Потому что проповедовалось, что пьянство – это грех. А пьянство – это когда ты пьешь много. А когда ты выпиваешь мало – это не пьянство. Не упивайся, то есть не пей много. Так как-то вот учили у нас. И я вам рассказывал, как я однажды, проводя ночное бдение, то есть бывают посты, а бывает ночное бдение, когда святые лишают себя сна ради Господа. Просто отделяют какую-то ночь для Господа, как мы день отделяем, чтобы усилить. И я в этой ночи обычно размышлял, молился, ходил, не давал телу своему заснуть и размышлял над Словом Божьим. Я налил себе крепкого чаю и немножко туда добавил рому. И вот я обычно так проводил эти ночные бдения и посасывал через трубочку вот такой коктейль. Ну, конечно, там не было много алкоголя, но все равно, я думаю, где-то оставалось, если этот ром, который добавлял, был 40-градусный, если я его добавлял 50-70 грамм на стакан заварки, столько потом сахаром размешивал и посасывал, там, думаю, было 6-7-8 градусов. И оно, видимо, как-то влияло. Но я, не осознавая ничего, ходил возмущенный и говорил, я уже вам это рассказывал, но вновь повторяю, я сказал, Господи, ну, что тебе мешает общаться со мною? Да неужели ты не найдешь ни одного человека в церкви твоей? Почему сегодня по всему лицу земли нет того, что ты говорил, ты сказал, дела, которые я творю? Верующий в меня больше сих сотворит. Где эти дела? Где эти люди? Где эти сосуды? Что во мне не так, Господи, покажи? И когда я так вот возмущенно крикнул, что во мне не так, я услышал голос, то, что ты сейчас делаешь, неприятно мне. Я ответил, ага, а это уже против Писания. Это уже против Писания, потому что там написано, не упиваться, а я здесь немножко. Это уже не Дух Святой. То есть я вот этот голос сразу убрал. И этот голос не обиделся на меня. Он мне говорит, открой это место и прочти его. Я обиделся на это и сказал, зачем мне открывать и читать, когда я его наизусть знаю. А потом сам себе подумал, да, дай, открою и прочту. Открываю, читаю. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, а исполняйтесь Духом. Я про себя прочитал. Думаю, прежде чем слух читать, я про себя прочитаю. И когда я про себя прочитал, вдруг я увидел то, чего никогда не видел, то, на что никогда не обращал внимания. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Я стал, думаю, как же его прочитать? Не пей много вина, от которого бывает распутство. Или пей немного вина, от которого бывает распутство. И исполняйся Духом. Пей немного вина, от которого бывает распутство. И исполняйся Духом. Не проходит. Тогда я возмущенно говорю, послушай, ты же автор этих слов, ты что здесь написал? Ты же написал здесь, как это можно пить немного, и от него распутство бывает. Этот же голос опять не обиделся на меня и говорит, возьми свой словарь и узнай значение этого слова. Я беру словарь русской энциклопедии, русского языка, нахожу слово «Не упивайтесь вином». Читаю. Я упивался ей, я упивался воздухом. Не упиваться означает не употреблять, не наслаждаться. И одной значение – не упивайся, не пить много, но два значения – не употреблять и не наслаждаться. И я понял, что здесь имеется в виду – не наслаждайся вином, не употребляй вина, а исполняйся духом, потому что дух святой – это мое новое вино, и я не хочу, чтобы ты травил себя этим вином. И тогда прошли все места писания о вине, и я сказал, Господи, извини меня, я не знал, я больше этого не буду. Я вылил, значит, намешанный коктейль в раковину, то есть с водой, и продолжал мое хождение, ходил по комнате и говорил, Господи, я не думаю, что тебе только это не нравится. Думаю, что еще что-то не нравится, потому что если я этого не знал, я просто не знал, что я делаю, но тебе это не нравилось. Открой мне, что тебе еще во мне не нравится? В это время магнитофон играл, и песни христианские, наши псалмы потихоньку пелись, и на этом фоне я ходил и размышлял по комнате. Эту кассету мне из Донецка дал один брат из пятидесятников, современная музыка христианская на Западе, где были написаны они в стиле рок, а если мы их пели «Багранице стоишь ты в терновом венце», то есть классика такая была, то здесь было вот под тяжелый рок что-то такое, мелодия, но эта мелодия под тяжелый рок. И она играла, и голос мне говорит, и вот это тоже не мое, это тоже мне не нравится. А я сказал, а почему? Это же песни наши, мелодии. Он говорит, потому что эти мелодии не из моего источника. И я понял, потому что Господь открывал мне, что такое его источник. Вот о чем я говорю. Нам надо смотреть на источник. Откуда это исходит? Откуда этот Бейбишаур вышел? Он вышел из древнего народа? Нет, из древнего народа он не выходил. Он не выходил оттуда. Он вышел из оккультных сообществ, которые постепенно церковь приняла в себя, оно вошло туда, они убрали что-то, но что-то осталось. Конечно, такая церковь не может противостоять этому миру. Бог не мог по молитвам этой церкви обуздать царей с земли, чтобы они не принимали такие законы, которые разрушат государство. Поэтому государство Америки предречено. Оно себя предрекло. Оно не пикнуло даже. То есть сколько, вы знаете, сколько этих гомосексуалистов и лесбиянок? Их даже одного процента нету на население всей Америки, если взять. И 99 или пусть 97 процентов постыдно промолчали. Права меньшинства. Извините, а что делать большинству? А что делать большинству? У нас же тоже есть совесть, у нас тоже есть права. Почему нарушаются наши права? Почему нарушается наша совесть? Да потому что они орут, они выходят на демонстрации, а эти спокойно молчат. И потом будут голосовать за этих демократов. Республиканцы себе никогда бы подобных вещей не позволили. Пусть они делали многие негодные вещи, но эти вещи они никогда бы не позволили, чтобы унизить нацию до такой степени. Итак, первичное действие заключено в глаголе «вставать», «встань» и «молоте» означает «вставать», «устанавливать», «утверждать», «поднимать из руин». В то время как последующее действие заключено в глаголе «молотить» означает «топтать», «попирать», «водить молотильные колеса» или «быть помолотым». Таким образом, человек, обладающий железным рогом и медными копытами, это человек, обладающий властью над деньгами, или человек, подчинивший себя власти Бога, который способен диктовать своим желанием и интересы Бога. То есть человек, который подчинил себя Богу, это человек, который имеет власть над деньгами. Когда отдельный человек берет власть над деньгами, за которыми стоит демонический князь Мамона, то такой человек, с одной стороны, подчиняет себя власти Бога, а с другой стороны, берет власть над Мамоной и попирает его. А посему каждый святой человек призван и может лишить власти демонического князя Мамону только в границах своей ответственности. Но так как церковь призвана и поставлена Богом над всем миром, то если каждый ее отдельный представитель возьмет власть над деньгами, в границах своей ответственности, то все соответствующие богатства окажутся во владении церкви. В свое время, благодаря тому, что Израиль встал и начал молотить, все богатства Египта оказались в его владении. И он посвятил их Богу, как владыке всей земли, благодаря чего мог соорудить с Кинью свидетельство, в которое Бог мог пребывать с Израилем. Когда мы приносим десятины и приношения, отделяя их от своего дома, мы попираем и сокрушаем, как в своей сущности, так и в границах своей ответственности, корень всех зол. Бог давно ожидает, когда церковь через низложение Мамоны в своей жизни даст ему право и возможность излить на свою церковь благословение без належащей долу. Малахи 3.10 «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка. И благословенными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенною, говорит Господь Саваоф». Встанем, пожалуйста, и будем петь песню «Тебя, мой лучший друг» «И будем служить Господу десятинами и приношениями, поклоняясь Ему, признавая над собой Его власть и выражая Ему свою любовь». Поклонение без приношения десятин, добровольно приносимых, с радостью, не является поклонением, и без такого поклонения с наполненными руками, чем благословил нас Господь. Мы не можем войти в измерение Духа, в Его дворы. Они будут для нас закрыты, и благоволение Бога не может почивать на нас. И поэтому, да благословит нас Господь в этом уникальном служении, когда мы бросаем вызов корню всех зол, вызов всевозможным ересям и заблуждениям. Мы посвящаем себя вновь и вновь Богу. Тебя, мой лучший друг, мой любящий Спаситель. Итак, всякий раз, когда Израиль приносил к подножию ног Божьих свои десятины в храм, он обязан был по предписанию Моисея, который тот получил от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности на ваше приношение и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне, согласно Твоего Слова, я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться. Благослови вас, Господь.